итак привет всем зрителям на моем канале по традиции на пасхальные праздники печем пасху сегодня у нас 7 апреля 2018 год итак поехали тесто начинается с подготовки материалов для опары пара делается на молоке для этого мы стартую я стартую четырех стаканов молока доводим его до кипения даем ему остыть градусов до 50 наверно до 40 и на кипяченом молоке теплом делаем опару для этого два стакана 3 я стартую с четырех стаканов молока это как бы определяет просто количество пасов которые получатся пакет ровно 4 стакана молока и так поехали для начала кипятим молоко весь процесс снимать не буду покажу только финальные ключевые кадры все поехали молоко кипит поставили на нагрев и так молоко закипело отставляем в сторону даем ему остыть и на нем сделаем опару значит для опары у нас пойдет 150 грамм дрожжей пара ложек сахара и пара ложек муки давайте дождемся пока станет молоко и так молоко остыло до требуемой температуры так пальцем можно потрогать примерно 40-50 градусов теплая но не горячая не кипяток давайте наверно сюда перенастроим картинку выливаем молоко напомню у нас здесь четыре стакана молока кипяченого молоко чем жирнее тем вкуснее я купил утопленое молоко три три с половиной по моему жирность теперь сюда на организации организации опары для теста нужно добавить мы сюда добавим три столовых ложки сахара я бы сказал горкой но не такой уж сильной большой три столовых ложки сахара потом сюда будет добавлено мука добавим 2 столовых ложки муки мешаем мешать будем когда дрожжи добавить 150 грамм дрожжей дрожжи у нас пачка 100 грамм значит полторы пачки я не пользуюсь сухими дрожжами я покупаю нормальные такие привычные скажем так как учила мама много лет назад дрожжи можно взять вот так банально рукой просто измельчить это было 100 грамм еще 50 грамм и того у нас в литре молока две три столовых ложки сахара две столовых ложки муки и 150 грамм дрожжей все это надо тщательно размешать я это делаю обычно ложкой можно вилкой накрыть теплым повод накрыть полотенцем и поставить вместо без сквозняка значит дрожжи должны заработать с сахаром и мукой и опара подойдет пеной это говорит о том что опара готова и на этой основе мы будем делать дальше тесто прошло примерно 20 минут дрожжи попал в благоприятную среду вот смотрите молоко сахара мука вот они просто начали работать такая получилась пенообразная масса вот с приятным таким запахом вот это и есть в общем-то наша опара сейчас мы будем на основе ее готовить тесто значит отставляем ее в сторону она скажем так готова дрожжи работают мы берем 10 яиц примерно пол килограмма сахара я думала чуть больше я сейчас сахар стал какой-то не очень сладкий и взбить миксером водородную массу это будет добавлено туда в опару для начала разбиваем десяток яиц 10 яиц готова теперь взвесим пол килограмма сахара для этого пользоваться обычными кухонными весами отторируем массу по нулям было взвешиваем я бы добавил немножко больше потому что сахар почему-то стал последнее время не такой сладкий как был раньше я предлагаю сделать не 500 грамм как по рецептуре а 700 для этого две порции сделаем 350 350 яйца покажу сахар готова добавляем сюда и миксером делаем миксером делаем однородную массу из этого теперь из яиц и сахара делаем однородную массу при помощи блендера яйца с сахаром взбиты в однородную массу теперь это смешиваем с нашей опарой выливаем сюда и перемешиваем перемешиваем даже добавляем для запаха ванилин ванильного сахара одну пачечку щепотку соли обязательно так на глаз щепотку сыплю соль конечно здесь особой роли не играет но соль должна быть и сейчас вот в эту консистенцию будем добавлять муку да и вымешивать до состояния тесто лишнее убирать из-под рук чистой ложкой добавлять муку я для этого взял пяти килограммовый пакет муки сюда уйдет примерно килограмма два муки вот я так по опыту прошлых лет знаю муку нельзя сразу сыпануть всю потому что она возьмется комком для этого мы добавляем понемножку муку сначала мешаем ложкой когда станет консистенция такая что ложкой не провернешь после этого начинаем работать чистыми руками ну наверно показывать сам процесс вымешивания муки не интересно я покажу результат в общем я сейчас сюда буду добавлять муку до того момента как придется месить руками уже процесс приближен в той фазе когда надо будет мешать руками уже ложкой тяжело проворачивать это все тесто у нас получилось такой консистенции что не липнет к рукам но только надо не переборщить с мукой муку добавляем в конце понемножко и следим только вот в тот момент как только от тесто отрывается от пальцев то есть уже пальцы не пачкаются считаем что тесто закончилось теперь сюда нужно добавить 2 значит по старинке делалось две пачки маргарина плюс пачка сливочного масла так как сейчас маргарин это в общем то не тот маргарин который был в детстве сплошной зло для здоровья значит обойдемте двумя пачками сливочного масла 200 грамм сливочного масла его достал из холодильника пару часов назад чтобы она стала мягким вминаем его в тесто и при необходимости необходимость возникнет потому что тесто станет более жидкая за счет масла добавляем муку сейчас я вышли бы его из пачки масла 2 и так мы имеем две пачки масла к тесте и теперь все это тщательно перемешиваем сейчас немножко сложнее будет вообще перемешать потому что тесто уже достаточно густое приходится одной рукой миску держать нужно грубая мужская сила процесс достаточно сложный сделать эту массу однородной мы все записывать не буду покажу только финал одна такая хитрость значит тесто вот на стадии когда она уже вымешана добавляется пол стакана подсолнечного масла это сделать делается для того чтобы когда будет готова паска она медленнее черствеет подсолнечное масло в тесте позволяет дольше сохранять свежее тесто добавляем пол стакана подсолнечного масла и еще раз вымешиваем ну и соответственно еще раз придется добавить немножко муки чтобы вернуть былую консистенцию тесту по его жидкости ну или прилипаемости тесто лучше всего вымешивать такими рваными движениями чтобы при склеивании обратном тесто попадало как можно больше кислорода воздух в тесте является питательной стражей средой для работы дрожжей тесто будет просто лучше подходить поэтому вымешиваем такими рваными движениями как бы с нахлёстом так вот у нас получилось готовое тесто значит теперь мы его накрываем полотенцем и даем ему мы его теперь в миске оставим в покое сейчас я его на столе сформирую так значит это у нас готовое тесто значит теперь мы его накрываем полотенцем и даем ему приблизительно час на подойти тесто будет подходить несколько раз ну раза два минимум каждый раз после того как она поднялась его нужно переместить тут тоже очень важно не перестараться потому что тесто когда подходит за счет дрожжей сахар съедается дрожжами и тесто становится менее сладкое вот то есть сильно перри сильно переборщить тоже нельзя поэтому дальше исключительно полагаясь опыту я даю те что подойти два раза и так отставляем в сторону а да и так отставляем в сторону и сделаем контрольный замер взвес муки посмотрим сколько у нас ушло муки но это чисто для статистики взвесим осталось осталось у нас два и два килограмма значит 2 и 8 у нас ушло почти три килограмма муки достаточно много если быть точнее 2 и 7 тесто после двух подходов разместили формочки поставили в духовку вот они стоят температура 30 градусов чтобы подошли потом на выпекание 30 градусов вот прошло примерно 20 минут как паски стоят в духовке проверяем на готовность это делается деревянной палочкой нет тесто внутри еще сырое ставим таймер еще минут на прошло еще 10 минут даже чуть больше деревянной палочки проверяем все сухая вышла сухая вышла так чуть-чуть давайте еще для гарантии набирайте еще пять минут паски готовы мы вынимаем сухая это говорит о том что тесто спеклось два белка были взбиты с вот такой вот вот такой или такой глазурью получается такая густая белая масса так не видно где ты ее можешь это в небе она не в кадре нифига мы аккуратно наносим оставляем на 3-4 минуты и потом украшаем украшать будем сухофруктами орехами кунжутом короче разными вкусностями да все экологически натуральная никаких красителей нас в этом году все покрашено натуральными давай только красит паски все тут вставлять сюда что чуть-чуть бери видно 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 вот сюда сталь ставим будет удобнее выкрашивай ну есть процесс записывать не будем потом сделаем фотографию готовых пасок так выглядят паски после украшения красивенько получается с орехами курагой изюмом это на все на эту пасту приклеилась до класс финальное украшение